25 июня, и мы пошли в сплав по реке Тонь, по нашим сибирским живописным местам. Мы на лодке Хантер 360. Здесь наш багаж с собой. Идем в сторону Кемерово, на север. Итак, всем огромный привет из 2019 года. Мы на реке Тонь, отправляемся с левого берега центрального района города Новокузнецкая. Впереди наш самый первый сплав, и это мой дебют в видеозаписи. Поэтому, уважаемые зрители, не судите слишком строго, если качество видео подкачало, но обещаю передать те эмоции и впечатления, которые оставил нам этот совместный семейный поход. Оставайтесь с нами. Лодка уже упакована всем необходимым. Если вам интересно, как мы собираемся в сплав, и что берем с собой, я оставлю подсказку справа сверху, и также ссылку оставлю в инфобоксе. Сейчас Алексей закрепляет страховочный трос на нашем моторе. Это Mercury 9,9. И, собственно, мы готовы к отплытию. Время уже 4 часа дня. На улице пасмурно, но хотя бы сегодня первый день недождливый. Мы не загадываем, сколько километров пройдем мы сегодня. Как нас застанет вечер, мы выберем более-менее хорошее местечко и останемся там на ночлег. Мы еще в центре города, а впереди Запсибовский мост, соединяющий центральный и заводской районы города Новокузнецка. Первый раз мы сплавляемся по реке. Томь наша неглубокая, и чтобы не повредить мотор, мы стараемся избегать мели. Придерживаемся фарватера, которого мы толком не знаем на этой реке. Мы вот еще даже не выехали за черту города, но виды, согласитесь, красивые, приятные. Пляжики такие у нас на томе есть, зелень кругом. Красиво. Сегодня прохладно, 16 градусов на улице. Наверное, поэтому нет отдыхающих на пляжах. Периодически останавливаемся, проверяем, есть ли здесь рыба. Алексей закидывает уточку, ну а я так глазею по сторонам. Что это такое? Зажелейная конфета. Имитация рыбки. Это воблер. Закатное солнце. И очень красиво на реке. Здесь садовые домишки. Сорвалась. А я уже, как всегда, надела все теплое сразу. Мне как-то сказали, что сибиряк это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Проезжаем нашу местную достопримечательность. Это эльинские травертины. Грунтовые воды высокоминерализированные. Здесь они выходят на поверхность, образуя собой вот такие вот известковые туфы. Какие-то норки или это стрижи гнезда наделали в обрыве. Ну а это эльинский мост. Он тоже соединяет эльинские и заводской районы. Эльинский мост. При рельефу воды видно, что впереди отмель. Мы заглушили мотор. И сейчас поднимем его для того, чтобы не было препятствий движению. А впереди всеми цветами радуги. Бликует и переливается сизый, черный, белый, оранжевый дым, содержащий полную таблицу Менделеева. Это наши новокузнецкие комбинаты. Попали в основное русло и идем без мотора по течению. Достаточно бодренько, со скоростью. Такой большой сидел копчик на ветвях. Сейчас будем это место, но не сейчас, еще ближе к Славе мы будем проезжать. Это то, где я тебе покажу, где я был, куда я езжу. Красивые места. Еще время года такое красивое. Июнь месяц всегда самый такой нарядный, что ли, яркий. Глаза от зелени, не устали. Угу. Немного прохладно, но я, как всегда, надела все, что у меня было. Потому что, когда мы едем с мотором, достаточно холодно, ветер дует. У меня уши, шею, спину. Ну, Алексей, жаркий парень. Говорит, нас таким морозом не возьмешь. Сибиряков. И удобно сразу, и весла брать, удобно, и все. Хорошо. Походу, все, закидываем удочки. Спиннинг, вернее, не теряю надежды, но пока ничего не поймали. Здесь такая коряга интересная. Проплываем. Это остров. Там даже и видно такой тоннель на ту сторону острова. Красиво. Время 7 часов вечера. Было бы гораздо светлее, если бы не пасмурность. Такое пасмурное небо. И вообще сегодня достаточно прохладно. 16 градусов. Вот такое суровое лето в Сибири. Плыве, спокойное, спокойное течение. Медленное, плавное. Но вот много и перекатов. Много мелких мест в реке Томь. Когда мы отключаем мотор и просто плывем по течению. Так, подобные перекаты стараемся обходить. Их слышно по шуму воды. Вообще средняя скорость течения реки Томь 0,33 метра в секунду. А на перекатах до 1,75 метра в секунду. Длина реки Томь 827 километров. Ширина реки достигает до 3 километров во время половодия. То есть в пойме. Сейчас получается мы совсем на мели. Видно дно, видно камни. И сели на мель. Все, я сейчас все столкну и... Сели на мель. Я встал, получается, лодочку разгрузил. Может и мне тоже выйти? Подожди, еле туда ли. Ты знаешь, туда далеко. А? Туда далеко. Пошли вот сюда. Да, бывает и так. Тащим лодку сами. На буксире. Выбрались мы из мели. Из мели, так говорят. Ну так, наверное. Выбрались мы, короче. Очевидно, мы не по тому... Пошли, наверное, не по той протоке. Наверное, вот у нас основную русло. Да, мы вот шли там, где вот трубы коптят. А надо было вот здесь. Здесь, видимо, более глубокое место. Мелковато. Вот сейчас мы идем в дно примерно в 50 сантиметрах от нас. Спокойненько я сижу вот так. Никуда не торопимся. Никуда не торопимся. Ничем не обременены. Идем и думаем, как мы обратно пойдем. Сейчас мы по течению. Обратно против течения. А видела мультик? Ну, погоди, как волк на моторке по асфальту гонял. Что там? Вот так, как волк, и пойдем. По асфальту. На моторке. Мы увидели большую кучу дров на берегу. И спешим причалить сюда. Это район Чистогорска. Остановимся здесь на ночлег. Все разгорелся. У нас есть такое приспособление. Вот так. Не так-то он хочет разгораться. Дровишки-то сыроватые, вымочены двухнедельными дождями. Пока Алексей разжигает костер, я выношу из лодки все, накрываю на стол. Эх, к сожалению, запах передать невозможно. А вот звук. Жарить эти картошечки. Ой, как слышно. Может, вам это уже надоело, но я снова жарю наше коронное блюдо. Картошечку. Сейчас еще сделаю салатик. И наш нехитрый праздничный ужин готов. Вот так вот хорошо сидим за таким легким ужином. Сзади река Тон, наша лодочка. Вот такой скромный стол мы накрыли. Жареная картошечка, сальце, салатик с майонезом. Движение по асфальту это одно. А сплав по воде это совсем другое. С преодолением мелководия. Когда лодку на себе несли. Когда не туда заехали. Стремительно темнеет. Костер наш почти погас. А мы надуваем матрас в палатке с помощью электробокса. Этим же электробоксом заряжаем гаджеты. Освещаем лагерь. Сейчас ложимся спать. Всем до завтра. Бабочка прилетела на запах кофе. Им тоже нравится кофе. А вообще, сколько восхитительных моментов можно увидеть. Стоит лишь только на секунду. Приостановить свой бег по этой жизни. И присмотреться. Прекрасное всегда рядом. Ну а мы продолжаем движение дальше. Любой с красотой сибирской природы. И такая благодать на душе. Такая гармония во всем. Утро второго дня просто порадовало своей теплотой и ясностью. После двухнедельных дождей такая погода просто подарок. Очень красивое место. Обрывистый берег. Такой круто обрывистый. И стоят дачные домики. Может и не дачные. Место очень красивое. А река такая широкая стала в этом месте. А в самом срезе этого обрывистого берега свели гнезда, стрижи и ласточки. Не свели, а вернее сделали в виде норок. Вот здесь уже не видно этих дачных домиков. Дачные или садовые домики. А может и просто жилые. Место здесь видно глубокое. В отличие от тех мест, которые мы проходили. Не знаешь, никогда не угадаешь наверняка, где фарватер. Здесь у реки, если не знаешь этой местности. Вот похоже здесь нас сюда потянуло. И мы отключили двигатель, потому что не очень глубоко. И оплываем этот островок. Я не вижу тут пока что. С правой стороны. Нас несет течением. Говорят, что там такая река, которая из года в год может менять свой фарватер. Это зависит от таяния снега. Ну, наверное, еще от каких-то факторов. Пригнали трактор. Через мель. А где здесь это вот мы? Не отсюда, я думаю. Наоборот, с той стороны и пригнали. Потому что с той стороны лодочная стоянка. Видимо, там какой-то дачный поселок. Вот за этим островом. Алексей кидает спиннинг. А я налила себе чаек. И пью с конфетками. Глазею по сторонам. Такие красивые фиолетовые цветы. По берегу. Очень много папоротника. И вот этих фиолетовых цветов. Вообще подозреваю, что это иван-чай. Но, возможно, и нет. Может быть, саранки. Там и бабочек. Просто какие-то сибирские субтропики. Сибирские джунгли. Очень приятно плыть без мотора. Такая тишина. Только естественные звуки. Никаких звуков автомобилей. Никаких звуков деятельности человека. Летает копчик. Только что видели цаплю. Берег коса прям острием заканчивается. Летон такая полноводная, широкая. Еле-еле заметно движемся под естественным течением реки. Просто очень красивые места. Рыбка плещется. Птицы поют. Конечно, с приобретением лодки стало больше возможностей попасть вот в такие совершенно безлюдные места. Побыть наедине с природой. На машине в такое место, конечно, не подъедешь. А здесь тишина. Совершенно не слышно звуков деятельности человека. Негудящих моторов. Только пение птиц и плеск воды. Не хочется даже нарушать эту тихую гармонию. Мы даже между собой затихли и почти не разговариваем. И все-таки это огромное счастье. Иметь возможность вот так выбраться из города и раствориться в этой красоте. Смотрите, какая зеркальная гладь. Зеркало воды. Огромное небо поместилось в нем. И красивейшие берега. А впереди перекаты. Мы снова намели. Пока навесла. Пока еще как бы и не видать мель. Ну, видно вот. По рельефу воды видно, что это мель. Мы сейчас едем в районе Краснознаменки. Проехали Ярунаково. Идем, поправляет меня муж. Ну, здесь это, слушай, здесь можно на моторе будет, если что. Тут и нормально. А тут, короче, подперед течением нам и так кросс-износ придется на моторе где-то выставить, где-то места потихоньку проходить. Потому что без мотора тут хрен поднимешься. Это мы присматриваем уже место, где будем проходить обратный путь. Места здесь стали более живописные. К лиственному лесу добавились еще и хвойные деревья. Теперь это смешанный лес. Более рельефный берег. Появились какие-то обрывы, холмы, скалистые даже берега. Мы подъезжаем к Осиновому плёсу. Более рельефный берег.